привет друзья мои мы в санкт-петербурге сейчас покажу вам платные развязки платные дороги засады сейчас посмотрим какие красивые если кто не видел будет интересно вот смотрите какие масты какое освещение и какие развязки здесь такие интересные развязки кто не видел ни разу вот смотрите это только в питере так можно увидеть я когда первый раз приехала сюда была удивлена таким развязком это платка красиво правда же мне тоже нравится как на другую планету попали марсианскую это сказала придумыватель тони богатырский проспект приморский здорово да сегодня 16 июля или 17 17 июля 2019 года как уезжай забываю какое число какой день недели да все забываю когда уезжаю и обо всем лишь бы уехать хоть куда а приеду домой буду банки крутить запасы зимние готовить но красиво как даже не знаю как раз чем сравнить необыкновенные да вот эти фонарики освещение да мы в ночное время по-моему зимой что мы ехали здесь так красиво они светятся вот тогда конечно другой вид был а сейчас другой вид летний обзор дневной ну небо конечно пасмурное но на улице тепло в пределах 20 градусов все равно тепло правда дождик моросит чуть-чуть а вот эти фонари и дорога конечно ночью по-другому освещается днем вот так вот выглядит тоже красиво чисто это показывает для тех кто не был в питере давно и вот эти платные дороги это название ронит и как вы то его и и В больших городах, конечно, все обновляется, все так необычно, дизайн другой, даже дороги дизайн другой. Развязки и другие. В Москве по-другому, здесь, в Питере, по-другому. Вот сейчас будем подъезжать уже к терминалам, где нужно оплачивать проезд вот этой платной дороги. У нас, конечно, есть транспортер, который мы сейчас покажем и проедем. В любую полосе. Пункт оплата 400 метров. Здесь и транспортер, и также и наличкой можно рассчитываться. Вот сейчас мы поднесем транспортер, и он уже пропикает и покажет нам, что нужно проехать. Сейчас шлагбаум откроется. Мы сейчас наведем на компьютер. Вот красный светофор. Транспортер не обнаружен, говорит. Вот. Плохо поднесли. Значит, мы его пополните счет, вот пишет. Мы проехали. Если транспортер не сработает, значит, придется оплачивать наличкой. У нас сработал. Продолжаем движение. Вот как закончатся вот эти развязки. Дальше пойдет обычная дорога. Вот мы двигаемся, скажем, на выход с города в направлении Москвы. Ну, пока у нас как она, не то что даже выход, а в направлении в город пока вот даже движемся. Со стороны Выборга. Со стороны Выборга. Моросит дождь. Со стороны 4.6.6.70 Д釣ь. И так далее. На выход сном, mindset сном, Включ 그렇지. Копсий. впереди виднеется с это но новые строения санкт-петербурга как она называется вот это капсула-то газпромовская капсула какая-то раз критикуют но я не знаю как она называется это стелла их на пулька гильза какая-то в общем даже на парусник не похоже но гильза какая космическая мы ее по-всякому обозвали в общем кто знает напишите в комментариях как же это гильза называется санкт-петербурге вот мы едем она прямо на дороге нам прямой наводкой виднеется это гильза ночью я вчера ее видела на вся так освещается с подсветками а вчера как раз было лунные затмения с 10 до 3 ночи и здесь погода была ясная между прочим и я немножечко наблюдала а сейчас в питере как а продолжается белые ночи и где-то время даже скажем пол одиннадцатого да и солнце еще скажем в зените так непривычно и удивительно ну потом когда часов двенадцать садится наверно солнце все равно немножечко ощущается что белые ночи уже у них как заканчивается когда они заканчиваются я не знаю но светло и в три часа ночи светло и кажется уже глаза слипает спать хочется а на улице солнце светит чем половине 11 так непривычно здесь не знаю когда они здесь спать ложатся вообще на раз все перепутали все у нас развязок больше не будет до закончить ну ладно друзья с вами на этом видео свое завершает немножечко показал вам дороги санкт-петербурга сегодня пока до новых видео ну и мы мы Продолжение следует...